Все, ну все, наша презентация, как наконец-то по-английски. Итак, я создала этот вебинар для тех, кто в принципе учит английский язык, но до сих пор еще нет у вас такой беглой речи, или вы вроде бы знаете правила, вроде бы знаете слова, но именно вот сказать ничего особенное не можете, или у вас какой-то ступор возникает, какие-то проблемы с этим. И вот сейчас я просто создала эту презентацию для того, чтобы вас немножко вдохновить, мотивировать насчет того, что не все так страшно, и вы совершенно не такие, как вы, может быть, себе думаете, что вы бездарные, что у вас нет способности к языкам. Это все полнейшая неправда, и я вам сейчас по полочкам расскажу, что и почему. Так, ну, во-первых, я хочу вам сказать, что you are not alone, что значит вы не одни. Многие, многие, мы как бы все время обычно делаем что-то, и на основе нашей работы мы делаем какие-то выводы. Я вам хочу сказать, что вы не одни учите английский язык, многие учат, учат, и у многих ничего не получается, или получается не все, что они хотят. Многие люди приходят к такому роду умозаключениям о том, что у меня нет способности к языкам. Или говорят еще, знаете, что у меня плохая память. И особенно люди, которые в возрасте, которые, ну как в возрасте, после 30 уже отчитывают года, и постоянно этот вопрос возраста возникает. О том, что вот у меня память не такая, я уже не запоминаю так хорошо, как дети запоминают. На самом деле это неправда, и я потом, это тема отдельного разговора. Так вот, что многие думают, что память плохая, и что английский не оседлайте. Короче, все думают, что я вот не такой, как все, а гораздо хуже. Но я вам сразу хочу сказать, что множество людей сталкиваются такими же проблемами, что и у вас каждый день. А тут вы думаете, что вы один такой, вот совершенно неспособный. На самом деле все вы можете. И тут я плавно просто хочу перевести к тому, что, может быть, стоит отложить свои отмазки в сторону и просто начать действовать. Ну, конечно же, многим, и я сама проходила через это, и не только с английским языком, это может приложить к другой, любой другой сфере жизни. То, что очень многими мы постоянно любим продолжать отмазываться. Пусть даже некоторые из нас, из вас сейчас начнут в своем уме защищать свои отмазки и как бы спорят о том, что они совсем не отмазки, а очень даже логически отправленные причины, по которым вы вот до сих пор не можете заговорить на английском. То есть у меня нет времени, у меня там дети, у меня нет практики, а выехать в Америку я не могу. Ну, короче, много там всяких отмазок. Не будем на этом остановиться. Я просто хочу сказать, что это ваш выбор. И вы можете цепляться за ваши идеи, ваши отмазки, и бесконечно повторять всем и вся, и говорить, что вы, конечно, вот, что вот вы все остальные люди, вы можете говорить по-английски, да, и вы можете поехать там в Америку на учебу, да. А вот я не могу, у меня времени нет, у меня дети, у меня нет практики и так далее. Ну, неважно, у меня там уже возраст не тот. У всех свое, ну, сами понимаете, и сами, наверное, встречали таких людей. И многие из вас думают, что вот из-за того, что я такой другой, что мне, чтобы выучить язык, нужно помучиться, или там мне, чтобы выучить язык, нужно потратить кучу времени и кучу денег. Таким образом, вы как бы себе умея, сами преграждаете путь. Вам кто-то протягивает руку, да вот же, там можно сделать то и то и то, а вы как бы вокруг себя строите стены и преграды. Часто это происходит на подсознательном уровне, и эта реакция подсознания, страх возникает очень часто, и не только это относится к английскому языку. Ну, это отдельная тема семинара, как бороться с ограничением подсознательного. Главное, что я хочу вам сказать, что все возможно, и стоит только поверить в себя. И пока вы сомневаетесь, что кто-то уже действует. Так что это ваш выбор – сидеть, ныть, упускать возможности, ныть от этого еще больше, или поверить в себя и начать действовать. Так вот, сейчас мы разберем о том, что можно сделать, что можно, как действовать, да, даем конкретные советы. Ну, первое. Первое – это перестать зубрить словарь. Очень часто те, кто решил все, решил серьезно изучать язык, берутся за словарь. Но, к сожалению, это не то, что приближает вас к цели, а довольно сильно замедляет процесс. Хотя, с первого взгляда кажется, что вот выучил 500 слов, допустим, 600 слов и продвинулся. И тут еще, как назло, в интернете, да, по всему интернету идет вот эта вот информация о том, какое количество слов вам нужно выучить. Но это так сбивает с толку, это просто ужас. И все думают, что чтобы выучить язык, да, какого-то там определенного уровня, нам нужно знать 10 тысяч слов. И на самом деле это для меня немножко удивительно. Неправда, не будет такого, что если вы будете знать 10 тысяч слов, вы будете знать язык. Вы будете знать эти 10 тысяч слов, и все. Вы не будете ни говорить на языке, ни понимать язык, ничего. Вы просто будете знать эти 10 тысяч слов. Вот вы думаете, допустим, если американец, да, будет выписывать слова из словаря, не знаю, там Можигова или какого-то словаря, да, вот он будет говорить по-русски? Ну, наверное, нет, он просто будет знать, что, допустим, caterpillar – это будет гусеница, что factory – это будет завод, ну и так далее. Ну, конечно, как бы многие скажут, ну как же так, нужна же какая-то база, какой-то там словарный запас. И да, да, вы правы, нужна. Но я вам просто хочу сказать, что эта база, она не 10 тысяч слов, гораздо-гораздо меньше. Слов нужно знать, чтобы начать говорить и понимать. Причем в английском языке слова всегда повторяются, и очень-очень легко образовывать от одного слова и глаголы, и существует очень-очень легкая структура языка. На самом деле, так, смысл в том, что я хочу обратить ваше внимание на то, как же пополнять свой словарный запас. Во-первых, это изучать фразы, а не отдельные слова. Так, открываете вы словарь, да, и у вас там будет какое-то там слово. Я уже говорила в своем курсе о секретах, да, о том, что идет у вас глагол, допустим, take, и там у него идет 75 значений. И вот вы все эти 75 значений изучаете. Ну, обычно не 75 изучают, допустим, записываете один глагол и три значения к нему, допустим, самых распространенных, да. Ну, вот это обычно вот так и происходит. И я сама это так делала, сколько там, 7 лет школы. Точно так же. Но, тем не менее, когда я приехала в Штаты, у меня проблемы совершенно другие возникли по этому поводу. И эта техника меня далеко не продвинула в изучении языка. Да, конечно, она не бесполезная, ее можно использовать, но это будет очень долго. Так вот, что я вам хотела, я тоже в этом курсе рассказывала о том, о памяти, что память у вас не включается, если это скучно, если это вам не надо. И как только у вас есть какая-то эмоциональная привязка, какой-то эмоциональный триггер, начинается работа памяти. Например, да, например, глагол reflect. И вот вы пишете глагол reflect, и выписываете, отображать, отражать, раздумывать. Ну, и там еще куча значений у этого глагола. И вот вы смотрите. Надо записать пример. Вот вы словаря читаете пример. Stocks are priced at a level that reflects companies. Я тут не вижу на моем экране. По-моему, там было prospect. Акции оценены на таком уровне, который отражает надежды и ждания какой-то компании. Да, ну, вроде бы хороший пример. Вот у вас глагол reflect, и все такое, и все такое. Вы можете его записать себе в тетрадочку, да. Но это boring, это скучно. Никакого эмоционального триггера у вас в этой ситуации не возникло. Вы записали, закрыли, все. На следующий день вы забыли, потому что если вы не работаете на рынке акций, особенно девушки, да, ну, может быть, парни, мужчины, и там еще как-то будет актуально. А вот у девушек никакого эмоционального триггера здесь нет. Как можно запоминать? Допустим, глагол reflect. Мне, если честно, его было трудно запомнить, но что мне легко запомнилось, это reflection. Reflection значит отражение, да, и вот your reflection in the mirror. Ваше отражение в зеркале. И тут у вас, допустим, начинает, для девушек это гораздо более актуально, да, тут у нас начинается эмоциональный отклик, тут у нас память начинает работать, да, и, допустим, если вы практикуете, знаете, аффирмации, да, вот вы можете себе каждое утро говорить my body's reflection in the mirror is perfect. Это у, я, конечно, не говорю у всех, но у многих, по крайней мере, женщин, да, вызывает какой-то эмоциональный триггер, эмоциональную реакцию, и это стимулирует нашу память запоминать. Теперь вот это слово вы запомните гораздо быстрее, чем какой-то, ну, вот этот пример, да, вот записали в тетрадочку три значения, пример, и все, закрыли. Потому что не было никакого эмоционального значения, не было стимула для памяти, чтобы это запоминать. Так, что у нас тут дальше? Обрывчатые знания. Ну, конечно, обрывчатые знания, я не знаю, какой здесь прилагательный подобрать, но сейчас я вам объясню. Ну, допустим, да, вот вы смотрели в словаре, и вы знаете, что плохой будет как? Плохой будет bad. И, допустим, как сказать плохой мальчик, да, bad boy? Обычно плохой мальчик говорят своим котам или котам, собакам, да, когда что-то подбадриваем мы, своего щенка мы говорим good boy, и когда что-то плохое делает наш щенок или кот, мы говорим bad boy, bad boy. Да, допустим, плохой, плохая погода мы скажем bad weather. Ну, теперь, допустим, как сказать плохое качество. Да, вы знаете, bad – плохой, а качество будет quality. То есть сказать плохое, вы скажете bad quality. 99% англоговорящих так не говорят. Они говорят poor quality. Хотя poor мы помним из словаря, что это бедный, да. То есть смысл в том, что знания довольно обрывчатые. Вы не можете просто запоминать, записать себе в тетрадечку bad – плохое. нужно обязательно со злочитами, потому что с собой будет использоваться bad, а с quality будет использоваться poor. Ну, другие примеры. Быстрый, да, как мы говорим быстрый? Fast. У меня, наверное, звук пропал. Меня слышно? Посмотрим, что у нас. Ага, poor quality. Хорошо. Ну, допустим, другой вариант. Быстрый, да. Как мы говорим быстро? Как мы скажем быстро по-английски? И у нас как бы у всех… Да? Ну, допустим, быстрая машина. Мы говорим fast car. Да? Быстрый интернет. Ну, можно сказать fast internet. Обычно говорят fast connection, а насчет интернета говорят обычно high speed, высокоскоростной, да? Но… Здесь. Но чтобы сказать быстрый вопрос, можно и по-быстренькому задам вопрос, мы говорим quick question. Мы не говорим fast question. Никто никогда не говорит fast question. То есть смысл в том, что знания будут обрывисты, если вы не будете включать выражения. И причем выражения всевозможные. Не только там просто два слова. Выбирайте четыре слова. Выбирайте такие слова, которые вы думаете, что вы будете говорить дальше. Например, сильный. Да? Ну, как сильный будет? strong – сильный мужчина. Strong – сильный ветер, да? Strong wind. Например, сильный мужчина. Strong man. А как сказать сильная боль? По-английски… По-русски мы как говорим сильная боль, да? Но по-английски мы не говорим strong pain. Только один процент, может быть, когда-нибудь скажет strong pain, и то будут все иммигранты. Все головы горящие говорят intense. Intense, да? Это как бы интенсивный. Intense pain. Поэтому очень важно, если вы не будете знать этих тонкостей, вы будете звучать очень, как… Не знаю, awkward. Я не знаю, как перевести awkward. Это странный. Странный, да? Так вот, это очень важно. Другое. You are limiting yourself. Limit – значит граница. Ограничивать. Вы ограничиваете себя. Почему? Сейчас я вам объясню. Например, переведите предложение. Он повел себя неприемлемо. Да? Ну, мы ведем он, he, да? Повел, behave в прошлощем времени, да? Добавляем иди, behaved, потом себя, himself, а потом неприемлемо. И тут у нас дилемма. Неприемлемо вроде бы not, а потом приемлемо, принимать. И тут у нас начинается. Принимать пилюли будет take, а принимать гостей будет host, а принимать подарки будет receive. И какой из этих мы выберем, мы не знаем. И тут мы думаем, ну, хорошо, скажем not good. Да? Все. Выкрапкали ситуацию, сказали not good. Потом вы подумали, подумали, и, допустим, сказали not, he behaved badly. Тут вы добавили bad, и как наречие, да, ly добавили, сказали badly. Потом вы вспомнили, ага, неприемлемо будет это unacceptably. И вот вы сказали, he behaved unacceptably. На самом деле, самый нормальный такой звучащий вариант перевести это предложение, он повел себя неприемлемо. Вы скажете, his behavior was unacceptable. Это будет самый нормально звучащий вариант. Я имею в виду, что вы ограничиваете себя, потому что вы берете какое-то предложение, и вы начинаете его переводить слово за слово за слово из слова, которые вы выучили из словаря. И из-за этого вы постоянно натыкаетесь на то, что вы думаете, ага, я переведу это так, на то, что вы не будете знать перевод какого-то слова. И здесь возникает ступор, и здесь ваша речь начинает ломаться, и здесь начинается страх. А что, если я что-то скажу, а потом не знаю, как это перевести? И вот эта причина, и вот эта самая распространенная ошибка, это то, что вы ограничиваете себя, пытаясь перевести слово в слово по словарю. На самом деле, что можно сказать? Допустим, вы не знаете, как сказать be unacceptable, вы не знаете этого глагола. Тут еще у нас идет пассив, ну не пассив, he be here was unacceptable. Ну, еще там прошедшие времена, все такое, допустим, вы не знаете этого всего. Что можно сказать? Вы можете вместо того, чтобы использовать какие-то глаголы, что-то это было неприемлемое, или прилагательное, слова, которые вы не знаете, говорите слова, которые вы знаете. Например, вы можете добавить I think или I believe, то, как вы чувствуете. Вот вы знаете глагол right, да, и вы скажете he was not right, и к этому просто добавьте I think he was not right, и добавьте немножко эмоций, и все, ваша речь не будет стопориться, вам не надо будет зацикливаться на том, ой, как же перевести это слово. Добавьте просто I think he was not right, или I don't think what he did was right, или I don't think, да, немножко длиннее предложение, но очень простое. Здесь буквально там один-два новых слова, никаких не надо вам сложных слов знать, которые вы из словаря выучили, да, или вы можете сказать I can't believe he did that, и добавьте немножко эмоций, вы скажете no way, I can't believe he did that, и вы видите, что буквально, что у нас здесь, один глагол, да, один глагол, одно время, ну, буквально здесь никаких новых слов и словаря нет, а вы уже можете выразить что-то на английском, то есть, опять же, вы тратите время на то, чтобы выучить какие-то слова, которые, да, вам когда-то пригодятся, и вы, допустим, идете по словарю, да, и вы думаете, хорошо, вот вы пролистываете словарь, и вроде бы наткнулись на много хороших слов, и пытаетесь запомнить все 150 слов, да, и походу вы думаете, что я их буду запоминать, и я запомню свою словарную копилку, а тут идет фраза, да, вдруг когда-нибудь пригодится, и правильно, да, это вам пригодилось, но это вам пригодилось слово года через два, да, а к этому времени вы уже эти слова все забыли, поэтому очень важно уметь найти выход из ситуации, используя простые слова, выучите вот эти вот простые глаголы, как их употреблять в 50 разных ситуациях, но один глагол, один глагол, а не 50 разных слов, в этом английский язык очень прост, потому что можно использовать слова очень многозначные, у нас в русском не так, нам же к одному существительному именно такой глагол предлагать, а к другому именно другой, у нас гораздо больше слов в русском языке, в английском это легче, это легче, они постоянно повторяются, да, так, что еще у нас тут дальше идет, ага, ну вот еще можете сказать, it was not very nice, и обычно говорят, it was not very nice of him, или вы можете сказать, he should not have done it, вот эта вот фраза, he should not have done it, мы к ней вернемся буквально через 5 минут, если вы знаете эту временную конструкцию, вы можете сказать, he should not have done it, или добавить, I think he should not have done it, так, домашнее задание, домашнее задание, мы здесь не просто с вами будем разговаривать, но именно делать, если вы хотите куда-то прийти, нужно, во-первых, идти, а не просто сидеть и слушать, да, с вебинара на семинар, и так, домашнее задание, что вам нужно сделать, google the words, слова будут на следующей странице, на следующем слайде, знаете, в гугле есть, ну, в гугле, в янсе, во всех повисковиках, есть after fill, after fill, это значит, что он автоматически заполняет, дополняет это слово, то есть вы печатаете какое-то слово, и оно дает вам варианты, так вот, вам нужно сделать вот именно это с этими словами, вам нужно будет записать две фразы, два выражения, или сделать два предложения, и главное здесь, слово это useful, значит полезными, смысл в том, что вам не надо использовать какие-то предложения, которые вы никогда в жизни не будете употреблять, а именно те, которые будут актуальны для вас, так, что у нас значит, ага, ну, вот эти вот слова, они, эти слова, сейчас возьмите, пожалуйста, ручку и бумажку, и запишите эти слова, слова message, значит сообщение, мне не важно, это будет глагол, или предлагать, глагол, или глагол, не важно, там message, busy, fun, guess, это четыре слова, с которыми нам нужно, все, что вам нужно сделать, это пойти в Google, напечатать это слово, и посмотреть, какие результаты выдаются в поиске, из этих результатов поиска, вам нужно найти те слова и выражения, которые вы думаете, что вам будут полезны, если, допустим, вы идете по пути духовного развития, слушаете какие-то там сообщения, ченнелинги, или ченнелинги ангелов, да, или наставников, да, то вот message, да, вы записываете предложение, типа, вот, последние сообщения от ангелов, или я сегодня услышала сообщения от ангелов, да, если вы увлекаетесь этой темой, если вы увлекаетесь чем-то другим, если вы хотите, допустим, разговаривать по телефону с американцами, с иностранцами, да, то слово message вам будет более актуально, когда вы, допустим, разговариваете по телефону, вы не знаете, как сказать, а можно я оставлю ему сообщение, или можно я передам, как это называется, я перевешу с английского на русский, короче, смысл в том, что это слово будет прикладное к телефонному разговору с иностранцем, именно вот это вам нужно и записывать, то есть именно не какие-то нерелевантные предложения, а те, которые вы думаете вам пригодятся, busy, да, вы ищите себе американского мужа, и думаете, ну, наверняка же будет такая ситуация, когда он мне скажет, дорогая, иди сюда, а я буду занята, вот как вы скажете, вот именно вот это вы и ищете в интернете, как мне применить эту, что-то у нас прилагательное, ну и так далее, вот у вас 4 слова, и что вам нужно сделать с этими словами, это оставить комментарии, в комментарии на странице, эта страница, это тоже та же самая страница с вебинара, это будет самая первая страница на сайте, то есть как только вы заходите на сайт, там и оставляете, это домашнее задание, очень важно, потому что мне очень важно работать с теми людьми, кто готов работать, а не просто слушать, да, и кто именно действует, в конце вебинара у меня сюрприз, и поэтому, я думаю, вам понравится, поэтому ждите, что будет, так, дальше, следующее, что вам нужно сделать, это, ой, грамматика, грамматика, перестать зубрить грамматику, грамматические правила, тут очень много споров, и я к вам сразу скажу, что я не против грамматики, но если вы хотите начать говорить, то вам нужно начать говорить, грамматика, она идет не так, что открываем самоучитель, читаем правила, читаем примеры, а наоборот, выбираем диалог, ситуацию, текст, который вам интересен, и от этого уже задаем вопросы, а почему здесь так, а почему здесь грамматическое правило, именно такое, никак не наоборот, у нас в школе, это просто ужас, это из-за того, что перегруз идет с этой грамматикой, есть грамматика, вообще, у нас в школе, у нас вот это вот, запугали нас всех этими грамматическими правилами, потому что их тысячи, 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 тысячи исключений, и в голове такая мешанина, это просто ужас, и у нас такое отвращение создается к английскому языку, именно потому что все очень трудно, я боюсь сказать has вместо have, я боюсь сказать have done вместо done, и очень, но это все трудно, такая мешанина, на самом деле, когда я начала уже говорить по-английски здесь, и начала обращать внимание на то, какие-то времена они используют, половина времен, которые мы учили, всяких правил, тонкостей, которые мы учили в школе, они не используют, очень ограниченное число всяких грамматических правил, именно вам нужны для того, чтобы говорить, для того, чтобы писать книгу, это совершенно другое, английский down гораздо труднее, я когда писала книгу, я когда ее начала писать, я поняла, что я английский вообще не знаю, потому что очень-очень много всяких тонкостей началось, и понятное дело, что письменный английский, он совершенно другой, то же самое, как русский, вы говорите, как Достоевский, нет, мы не говорим, как Достоевский пишет книгу, мы не говорим так, как люди пишут книгу, то же самое, что английский, если ваша цель говорите, то начинайте говорить, оставьте грамматику в покое, смысл в том, что когда вы учите грамматические правила, у вас очень много времени уходит на то, чтобы думать, а какое время здесь, а что здесь, на самом деле, если вы хотите заговорить, то вам нужно научиться говорить без думания, вы просто повторяете фразу, которую вы слышали 50 раз, и совершенно не обязательно зазубрировать правила от корки до корки, вам не нужно обязательно знать, как именно называется это время, вы просто знаете, что так говорят, вы просто знаете, что когда так говорят, я использую эту конструкцию, и вы знаете, когда она употребляется, когда вы окажетесь в такой ситуации, вы просто заменяете местоимение, допустим, он, она на я, и заменяете один глагол на другой глагол, и все, сейчас вам покажу на примере, пример, I could have called him, but I did not, я, к сожалению, не вижу, что у меня там, у меня вид сейчас только на половину слайда, поэтому я понятия не имею, как оно заканчивается, это предложение, но не важно, I could have called him, but I did not do it, например, я не знаю, что там написано, так вот, другое предложение, да, я мог бы ему позвонить, но я это не сделал, другое предложение, you could have bought some veggies, ты мог бы купить немножко овощей, vegetables, в сленге называется veggies, или, she could have said she, ой, не знаю, что там говорится, по-моему, she won't come to the party, что-то вроде этого, но не важно, она могла бы сказать, что она не придет на вечеринку, что мы здесь видим, у нас здесь видео идет везде, could have плюс глагол в третьей форме, здесь, когда мы переводим, мы видим, что ситуация точно такая, же смысл тот же самый, ты мог бы это сделать, но не сделал, ты мог бы это сделать, ты мог бы это сделать, теперь в любом случае, когда вам нужно сказать, я мог бы, все, что вы говорите, I could have, и потом прибавляйте третью форму глагола, I could have said, I could have called, I could have been, I could have done, и так далее, то есть, я мог бы, когда вам нужно сказать, я мог бы, делать то-то-то, вы используете эту форму, I could have, я лично знаю, какое это время, и что это за грамматическое правило, понятия не имею, но я знаю, что, как только мне нужно сказать, я мог бы, я могла бы, или он мог бы, она могла бы, не знаю, собака могла бы, дом мог бы, я все время использую, could have, и глагол третья форма, в этой ситуации, то есть, самого правила я не знаю, но я знаю, что в этой ситуации, я использую это правило, и опять же, да, грамматика нужна, и ее нужно знать, но, с нее не начинают, изучать английский язык, сначала был английский язык, сначала был любой язык, и потом уже и лингвисты сели за стол, и начали изучать эти закономерности, и писать их правила, все, что вам нужно, это начать разговаривать, начать смотреть, кто, где, как, когда говорить, а потом уже смотреть, ага, наверное, здесь и какой-то закономерности, пойти прочитать правила, так, идем дальше, ну, третий, если вы хотите, начать говорить по-английски, то здесь очень просто, вам нужно начать говорить по-английски ну и здесь такой пинок под попу пока вы сидите в уголке со словарем в обнимку с грамматическим правилам в обнимку кто-то уже разговаривает и причем да допустим вы смотрите ну вот кто-то же это допустим разговаривает и вы смотрите со стороны думаете ага он здесь сделал ошибку а надо было здесь по-другому сказать и вы наверняка знаете больше слов или вы наверняка знаете эти правила лучше но вот этот вот другой человек он уже с ошибками там неважно там не знает там слова неправильно говорить но он уже разговаривает он уже это делает пока вы сидите со словарем в обнимку да здесь я конечно вам хочу рассказать я понимаю я понимаю что разговаривать трудно и здесь некоторые причины есть первое это school trauma школьная травма да вас запугали в школе ну во первых это учителя я не знаю как как у вас было но наша учительница по английскому это был просто ужас на уроках английского языка ее было слышно в коридоре так вот открыть рот многими из вас наверняка проходили через эту школу многим из вас просто открыть рот было страшно сейчас как бы смотришь на это и думаешь что это было смешно но тогда когда вы сидели за партой когда вас спрашивают приложение все замолкают да и вы боитесь сказать что-то неправильно тогда было страшно тогда скукоживалась все тело тогда было совершенно по-другому потому что если тогда да вот на вас скажите что-то неправильно на вас нарут во первых да во вторых это тройка журнал в третьих это выговор от мамы и потом промывка мозгов от папы да ну сейчас понятное дело что нам смешно но вам уже 30 лет и так далее но это страх этот вот никуда не делся точно так же как и многие другие наши травмы детские все наши страхи родом из детства за которые мы платим всю жизнь поэтому осторожнее с ними другие это многие говорят что боятся любят сделать ошибку боитесь ошибиться но это тоже то же самое все это все начинается с детства или школа там или родителей стали причиной но смысл в том что этим комплексом неполноценности страдаем мы все в какой-то степени то есть вы просто боитесь делать ошибку это значит что вы боитесь быть не идеальными точно так же как вы боялись прийти домой не с пятеркой а с двойкой точно так же как вы боялись там на уроке физкультуры финишировать не первым а последним и так далее это тоже самое вы боялись быть не идеальным вы боялись сделать что-то не так вы боялись сделать ошибку это тоже самое и вы как бы сейчас цепляетесь за вот это а я боюсь ошибиться на самом деле посмотрите на более широкую картину и посмотрите как по-английски сказать serve значит служит ли вам на пользу этот страх страхов есть много и причин есть много но смысл в том что сейчас вам не 5 лет вам сейчас не 7 лет не 12 и перед вами не учительница по английскому языку например носители языка да и он нет как многие боятся носители языка это носители языка не сделаны золото и он не инопланетянин он такой же человек как и вы может быть волнуется перед разговором с вами еще больше чем вы волнуетесь да и орать на вас никто не будет наверняка он сам думает там как бы так объясниться вдруг меня не поймут а вдруг я буду говорить слишком быстро да там среди русских да вдруг я неправильно себя веду среди русского он сам боится все мои американцы и русские и азиаты еще кто угодно неважно все мы люди и все мы в нервничаем в компании незнакомого человека это нормально вы будете нервничать разговаривать с иностранцем он будет нервничать разговаривать с иностранцем точно так же представьте допустим он один здесь американец да еще и среди русских у него тоже нервы на пределах а вы сами сидите в уголке и боитесь с ним заговорить так что буду дальше объяснять короче что я хотела вам сказать что заходите в чат или skype или голосовой какой-то там чат да и начинаете пытаться говорить да и здесь уже легче когда вам того на того с кем говорите вам принципе не важно это не босс ваш это не клиент не партнер да и вы можете по 50 раз переспрашивать переспрашивать и и все как бы ничем в принципе вы не рискуете вы просто практикуете свои навыки да когда объясняешь это то логически страх пропадает и есть те которые начинают действовать да болтают какие-то разговоры совершенно неудачные какие-то люди там исчезают но хоть один из десяти обязательно будет с вами терпеливым будет с вами разговаривать как с пятилетним ребенком разжевывать к вам каждое слово и вот у вас и будет результат да такие люди начинают делать начинают пробовать продолжают пробовать да и достигают результатов не бывает такого легкого а вот как ты научился говорить а вот просто вот как-то научился лежа на диване от нужно начинать и пробовать и понятное дело что будут ошибки будут неудачи но сами сами решаете ли ничего не делать и ныть по этому поводу или пробовать да есть конечно и такие кто послушает да там скажет да ну я можно и попробовать но вот у меня это не мой случай потому что у меня нет времени у меня там интернета нет и так далее да но на это я вам просто хочу сказать что это отмазки да у кого-то может времени меньше чем у вас и они все равно выкрадывает время на английский потому что к этому относятся серьезно потому что это их цель да и пока они пусть маленькими маленькими шагами продвигается вы остаетесь на месте и ходите с форума на форума с вебинара на вебинара мусоливать свои проблемы какие же вы нечастные не знаете как же вам наконец-то заговорить по-английски ну в это в английском есть такое выражение что вы можете привести лошадь к воде но вы не можете заставить ее пить тут выбор за вами представим что вы разобрались со своим детскими страхами да и все вы хотите уже начать говорить и в принципе знаете с кем но тут все равно существует барьер что вам кажется что вы не сможете допустим перевести что-то или опять же грамматику спутаете да или не знаю не будете знать слова какого-то да я вам хочу разметить миф о том что язык сложный и говорить на нем трудно неправда мы учили школе это по много лет и у нас как бы уже не особо радужные впечатления остались от школы да ну и от английского языка того что он такой сложный надо все знает да всякие тонкости да ну в принципе он не такой же сложный если вы оставите эту грамматику в покое начнете говорить простыми словами сожалению вспомните вот эти длиннющие правила грамматики какие-то обороты когда мы переводим предложения мы переводим совершенно неестественные предложения они именно направлены на то чтобы практиковать грамматику они напичканы грамматике на самом деле никто цель в школе у нас до отработать правила грамматики пройти триста пятьдесят шестьдесят пять страниц учебника за год уложиться в план а то что вы за семь лет изучения языка ни слова не понимаете да это особо никого не волнуй зато мы уложились в план поэтому перестаньте бояться английского языка нормальный разговорный язык не напичкан грамматикой не напичка множеством новых слов грамматика повторяется из предложения в предложение слова повторяется из предложения в предложение удивительно легкий язык по сравнению с русским так далее listen and иметь здесь вот эта схема что когда мы имитируем когда мы не переводим мы говорим гораздо быстрее сначала вы думаете да по традиционной схеме вы думаете что я отвечу потом переводите это слово сказать так это слово сказать так это слов сказать так и на этом многие из нас застревают а потом уже говорите когда вы имитируете вы просто думаете что сказать и говорите когда вы имитируете вот он разговаривает по телефону и в конце разговора он сказал это вы просто повторяете то же самое когда вы заканчиваете разговор вы используете ту же самую фразу вам не обязательно знать а почему здесь такое время а почему здесь такое слово а почему так почему так просто повторяете а потом уже разбираете что где, когда. Но чтобы говорить, вам нужно начать повторять. Смотрите сериал, повторяйте, смотрите, не знаю, ну, все, что там по-английски, да, у нас сериалы, фильмы, повторяйте, повторяйте. Именно то, что вы думаете, что вы сами будете использовать. Ну, например, вопрос, да, кто написал это письмо? Мы думаем, надо перевести. И тут начинается. Я столько вариантов этого перевода видела. Самый, что меня развеселило. By whom this letter has been written. Это просто такой неестественный вариант, потому что тут начинается. Кто написал это письмо или кем написано это письмо, да, по-английски, по-русски мы так переводим. А потом письмо, его уже написали кто-то, да, значит, это будет perfect. И это еще будет еще пассив, да. На самом деле никаких таких сложностей в английском языке нет, которые научили, нас учили в где, в школе, да. Мы просто говорим who wrote this letter. Все так легко. Или, например, на коробке написано, да. Ну, подумайте, как вы переведете, да. На коробке написано, ага, это будет пассив, значит, it is written on this box. И потом, that contents are fragile. Фрэджиэл, о, фрэджиэл, оба произношения приемлемые. На самом деле, все, что вам нужно сказать, it says fragile. Или, если вы хотите быть более формальными, да, вы скажете, this box is marked fragile. Все. Вот поэтому вам нужно просто имитировать то, что говорят носители языка. Идем далее. Ну, самый-самый полезный совет это использовать простые слова и простые выражения. Ну, точно так же, как и в русском языке. Но мы же не говорим депричастными оборотами. Нет, мы же не говорим, как Достоевский. Нет. Правда? Мы используем простые предложения и простые слова. Это самый быстрый способ заговорить быстро по-английски. Ну, например, ну, вот я вам приведу пример то же самое предложение, можно сказать, двумя вариантами. Two million cars were sold by Toyota last year. Два миллиона машин были проданы Тойотой. Здесь у нас идет прошедшее время и... О, неправильно здесь. Я вижу здесь ошибку. Where на самом деле без H. Ну, описка здесь. На самом деле можно просто сказать Toyota sold two million cars last year. Toyota продала два миллиона машин. Ну, или, например, сколько стоит это пиано, да? Это пианино. How much does your piano cost? Вы можете сказать How much is piano? Все. Есть всегда вариант сказать простое предложение. И если вы учите фразы, вы запоминаете простые предложения, простые слова. На самом деле все не так сложно, как кажется. Ага, ну все. Сюрприз, да? Я думаю, что тут у нас все насчет всего, что я хотела сказать. Сейчас сюрприз. Так, все, идем. Сюрприз. О сюрпризе. Сюрприз называется личная консультация, личный коучинг. Я предлагаю вам, всем участникам этого вебинара и тем, кто записался, но сейчас не присутствует, я предлагаю вам хорошую возможность личного коучинга. Личный коучинг будет включать в себя. Четыре встречи по скайпу. Продолжительность встреч будет от 30 до 60 минут. Это в зависимости от встречи. И четыре встречи. Что будет включать? Сначала я с вами познакомлюсь и мы посмотрим, какие у вас цели и для чего вы изучаете язык и куда вы стремитесь. И в зависимости от того, куда вы стремитесь, я вам могу подсказать насчет конкретных ресурсов, насчет конкретной методики, насчет того, что делать, как делать, чтобы побыстрее добраться к вашей цели. В другой сессии мы начнем практику, причем практика будет по вашему желанию. Если у вас есть желание, проблемы с тем, что вы не понимаете, что говорят носители языка, мы будем разбирать. Прямо на примере я буду прямо объяснять вам, кто, что, как сказал, и почему вы этого не услышали, и какие звуки здесь заглатываются, и как, что делать, чтобы побыстрее выработать этот навык понимания речи на слух. Ну, допустим, если это ваши проблемы, если и другая проблема с грамматикой, будем разбирать грамматику, неважно. Тоже еще одна встреча будет на практике, и любые другие вопросы, которые у вас есть об Америке, об английском языке, о том, что, где, когда. И четвертая встреча – это по вашему желанию практика с носителем языка. То есть мы встречаемся в Скайпе, когда присутствую я, носители языка и вы. И здесь вы можете реально потренировать свои навыки разговора на английском языке и отработать какие-то проблемы. И я буду присутствовать, поэтому ничего страшного не будет, если вы что-то не поняли, вы всегда можете спросить меня, переспросить и попросить меня объяснить, где, что, как и почему. В общем, возможности довольно уникальны, потому что вы не просто будете один на один с носителем языка, а вы можете задавать вопросы во время сессии. Вот, это четыре встречи по Скайпу. И как, что нужно сделать. Ну, я, конечно, понимаю, что сейчас вот у меня записалось около ста человек на вебинар. Конечно же, я не могу провести 400 часов, болтая со всеми. Не 400, а гораздо больше, да? Четыре встречи каждый. Поэтому я хочу работать с теми людьми, кто готов работать. Имена они просто слушают, да? Кому это действительно интересно и кто настроен серьёзно. Что вам для этого нужно сделать? Сделать нужно, во-первых, do your homework. Домашнее задание – это то, которое я вам рассказывала, гуглить слова, да? Вот у нас было четыре слова, и их нужно прогуглить и оставить в комментарии, сочинить два предложения или просто переписать предложения, которые вы думаете будут вам полезны для вашего изучения языка по вседневной речи или по теме, по вашей теме. Это первое. Второе – это оставить отзыв. Вы можете оставить отзыв или об этом вебинаре, или о материалах сайта, и не важно там о чём угодно. Мне не важно, отзыв будет, как называется, позитивный или негативный. Мне важно слышать все мнения. Поэтому оставляйте отзыв. И третье, что вам нужно сделать – это спросить вопросы. Какие-то вопросы у вас есть, спрашивайте. Если у вас вопросов нет, то вы можете просто оставить один комментарий к любому из материалов статьи. Этот конкурс будет длиться три дня. То есть, когда у нас через три дня 21-го я пришлю имя победителей. И у меня ещё одни хорошие новости из-за того, что победителей будет не один, а победителей будет три. То есть три человека. Ваши шансы очень-очень высокие, чтобы стать победителем и получить персональный коучинг со мной и с носителем языка. Вы сами решаете, хотите ли вы участвовать в этом конкурсе или нет. Но я вам сразу хочу сказать, что если вы серьезно настроены на то, чтобы начать говорить и начать получать какие-то результаты, нужно начать идти к этим результатам. И я предоставляю вам такую возможность. Я не думаю, что это будет очень часто повторяться, но сейчас в ближайшие две недели у меня есть время, возможность и огромное желание поработать с теми людьми, которые действительно настроены на то, чтобы изучать английский язык и изучать его продуктивно. За четыре встречи, конечно, вы не выучите язык, но вы уйдете с хорошими результатами, вы поймете, в каком направлении вам двигаться, возможно, какие-то у вас откроются, новые мысли появятся по поводу будущего, по поводу ваших способностей и так далее. Ну, в принципе, материалов много везде, но всем нам нужна мотивация, всем нам нужна поддержка. И я стремлюсь к тому, чтобы создать вокруг себя хороший круг людей, которые мы все друг друга поддерживаем, советуемся. И как бы это мои цели, что на YouTube у меня канал, когда я его создавала для того, чтобы встретить новых друзей, потому что здесь, в Америке, немножко трудно мне найти тех людей, которые бы близкие были по интересу. И тоже мне хочется помогать людям. И я думаю, что у меня есть какой-то опыт, и мне очень хочется с ним поделиться. И когда я прошла через то, что я прошла, я думаю, что я могу взглянуть на это с другой стороны и посмотреть на какие-то ошибки, которые я совершала, и предотвратить эти ошибки, чтобы другие люди их не совершали. я вижу с другой точки зрения на те способы, которые гораздо быстрее помогут вам уже говорить по-английски, на английском, и побыстрее получать результаты. Так, ну, я думаю, это всё. Я думаю, это всё. Я здесь вижу на чате, здесь ладошка есть у Нины О. Я не знаю, до сих пор ли там есть вопросы или нету. Ну, если есть вопросы, напишите мне, пожалуйста, на почте. Но я пока что-то не знаю, как мне здесь эту ладошку посмотреть. Ну, неважно. Давайте сейчас уже заканчивать. Если у вас какие-то есть остались вопросы, я буду приветствовать их на сайте. Всегда вы можете со мной лично связаться по форме. На сайте есть контактные формы. Всегда можете связаться. Если я в скайпе, обязательно мне звоните, пришлите сообщения. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду очень рада поработать с вами лично и ответить лично на все ваши вопросы. Итак, всё. На сегодня всё. Я надеюсь, что увижу на сайте вашу домашнюю работу, ваши отзывы, ваши вопросы. И я думаю, спасибо большое за то, что вы пришли. На сегодня всё. И я думаю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok